Добрый день. Франция и ее рождественские традиции. Во Франции Рождество – это время, проходящее под знаком семьи и щедрости. В это время близкие люди собираются вместе, детям дарят конфеты и сладости, обедным – одежду и подарки. Это время рождественской мессы и праздничного ужина – ревион. В разных регионах Франции Рождество празднует по-разному. Большинство провинций отмечают Рождество 25 декабря. Однако в восточных и западных областях Франции рождественский сезон начинается 6 декабря, в день Святого Николаса. А в некоторых регионах – с приходом Богоявления, праздника королей. Здесь имеются в виду волхвы, которые приносят дары Иисусу – одного из важнейших праздников рождественского периода. В большинстве стран Богоявления отмечают 6 января, в то время как в некоторых областях Франции он отмечается в первое воскресенье Нового года. Рождественские традиции Франции Французские дети, как и все остальные в мире, любят получать подарки. Чтобы получить их, они складывают свои башмаки возле камина, в надежде, что Перноэль – отец Рождества – наполнит их приятными и желаемыми вещами. Новогодняя ель украшается конфетами, фруктами, орехами и мелкими игрушками. К слову, во Франции есть антоним Перноэля – это Перфуэтар – дед с розгами. Этим персонажем пугают непослушных и капризных детей. Перфуэтар ходит по домам и задает трепку непослушным, а вместо подарка они получают кусочек угля. Французские дети полагают, что один добрый волшебник – хорошо, а несколько – еще лучше, и пишут письма Санта-Клаусу. Кстати, в 1962 году был принят декрет о том, что на каждое письмо, написанное Санте, необходимо ответить, причем с поздравительной открыткой. Если письмо пишется от имени класса, то ответное письмо получит каждый ученик. Праздничный ужин – ревиен. Хотя сейчас меньше французов посещают рождественскую мессу, она по-прежнему является важной частью праздника для многих. После мессы семья собирается за праздничным ужином – ревиен. От французского глагола «ревьер» – проснуться или возродиться. Ревиен символизирует рождение Христа. Кулинарные явства поражают изобилием. К слову, этот ужин может происходить как дома, так и в ресторане или в кафе, которые открыты всю ночь. Каждый регион Франции может похвастаться своим особенным рождественским меню. Традиционно готовят птицу – гусь, индейка, цикленок или петух, а также белый рождественский пудинг. Рождественские украшения. Во Франции, конечно, это рождественская ель – главное украшение в домах, на улицах, в магазинах, в офисах. Впервые новогодняя ель во Франции появилась в Альзасе в XIV веке. Ее украшали яблоками, бумажными цветами и лентами. Другой важный символ Рождества – детские ясли с младенцем Иисусом, которые можно встретить в церквях, в домах. Также популярны сценки рождения Христа, выполненные при помощи маленьких фигурок и кукол. Некоторые французы елки предпочитают амелу. Веточки амелы вешают над входом в дом и считается, что это привлечет удачу в новом году. После праздничного равиона принято оставлять зажженную свечу для Девы Марии. Также в цикл французских рождественских праздников входит День Святой Екатерины – покровительницы девушек. Раньше в этот день высаживались молодые деревца, а улицы городов и сел наполнялись толпами девушек в собственноручно сшитых нарядных чипцах. Сегодня во французской столице отмечается Катеринет – праздник молодых мастериц и портних. Катеринет – это парад туалетов, придуманных самими девушками, всевозможные конкурсы и танцевальные вечера. И, наконец, традиционный бал. Ну вот и все о Франции. До свидания. Мир вашему дому. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok